И еще одна новость из экономической плоскости. Правительство, судя по всему, нацелилось на международный рынок ценных бумаг. Подробности узнаем у Алексея Мартиненко. Алексей, так ли это? Да, Ирина, сегодня стало известно, что в экономику Беларуси с помощью выпуска евробондов планируют привлечь до полутора миллиардов долларов. Треть ценных бумаг на международных финансовых рынках готов разместить Банк Развития. Остальную часть берет на себя правительство. После решения Евросоюза об отмене санкций, белорусские ценные бумаги, выпущенные ранее, котируются на уровне 103,15% от номинала. Это данные франкфуртской биржи, так что нынешнее решение может вызвать интерес у клиентов. Я думаю, что и у этого выпуска евроблигаций тоже найдутся свои покупатели, потому что все-таки доходная страна предлагает достаточно высокую, но, наверное, настолько, насколько соответствует тому ее рейтинг. Ценник на съемное жилье продемонстрировал уверенное пике. Хозяин готов сдать квартиру почти в два раза дешевле, чем это было еще несколько месяцев назад. Так, стандартные однокомнатные апартаменты в Минске обойдутся в 200 долларов. Желающие заселиться в двушку или трешку обнаружат среднее предложение по рынку в 230 и 250 условных единиц соответственно. Могу сказать с полной уверенностью, это обосновано, что сейчас достаточно много вариантов, которые сдаются и за 150 и за 180 долларов, но мы же говорим о средней цене. Зарплаты белорусов и белорусок постепенно выравниваются, заявила сегодня министр труда и соцзащиты. Представители слабого пола сейчас в среднем зарабатывают на 23% меньше, чем мужчины, но разница в расчетных листах за один год сократилась примерно на 2%. При этом женщин, занятых в экономике страны, больше, но не на много. А вот работниц с высшим образованием действительно много. Руководство столичной подземки рассказало, во сколько обходится одна поездка в метро. По последним подсчетам реальная цена жетона составляет 7,5 тысяч рублей. Сейчас его продают за 5,5. В прошлый раз стоимость проезда повышали в декабре. По словам чиновников, беспокоиться по поводу очередного скачка цен не стоит. Сейчас таких планов нет. К ситуации на рынках. Для нефти эталонной марки Brent сегодня нормальная цена 36,6 доллара за баррель. В общем, ни холодно, ни жарко. Сегодня же на торгах на белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 87 рублей, евро на 116. Российский рубль не набрал и пункта. Его оценили меньше, чем в 290 белорусских. Будем в курсе. Это были новости экономики. Спасибо, Леша. Это был экономический обзор от Алексея Мартиненко.